Так, мои хорошие, всех приветствую на канале, в гости к Жанне и Сергею. Сегодня мы с вами будем готовить, ребят, салат охотничий, но немножечко такой, знаете, интересный в сочетании. Раньше у нас огурчики накладывали первым слоем, кружочками, а сегодня мы с вами будем делать огурчики по-интересному. Ну что, мои хорошие, давайте начнем. Ну что, конечно же, нам понадобится, ребят, смотрите, литровые баночки, количество банок, регулируйте сами, определенной пропорции на то или иное, там, помидор, огурец, лук и чеснок нет. Поэтому уже смотрите, как говорится, на глаз. У меня сегодня 4 литровые баночки, вам, может быть, одной хватит, может быть, 10 нужно будет. То есть у нас маринад идет на каждую литровую баночку. Все, мои хорошие, всем все понятно, на каждую литровую баночку. Ну, также нам понадобится, смотрите, огурцы, ребят, порезала слайсами. Ничего страшного, что они неровные. Вот такой вот картофелечисткой нам их все равно с вами далее увидите. Далее полукольцами, ребят, опять же, количество, смотрите уже на глаз, полукольцами лучок и помидорчики. Единственное, что по помидорам, ребят, можно, конечно, совсем мелкие черри взять. И также можно не обязательно красные, могут быть и желтые. Тоже будет в сочетании в баночке, очень красиво смотреться. Мои не очень мелкие, в этом году, к сожалению, у меня желтых черри нет. На следующий год будем живы, не загадывать. Поэтому я свои и так небольшие помидорчики напополам, в общем, на четвертинки, ребят, на 4 части каждый помидорчик. Ну и, естественно, убираем плодоножку. Все всем понятно, смотрите, далее у нас идет, что на каждую литровую баночку мы с вами будем добавлять, ребятушки, один зубчик чеснока, можно целый, ребят. Но у меня чеснок крупный, поэтому ничего страшного, если я его порежу напополам. И так мы делаем каждую баночку. Так, чеснок добавили, теперь положим немножечко, посмотрите, можно перец душистый, можно просто черный перец с горошечком. Ну так вот, 3-4 штучки. Хотя маслом кашу не испортишь, как говорится. Все, перец положили. И теперь на дно каждой баночки, ребят, мы с вами одну столовую ложку, ребят, подсолнечного масла. Вот таким образом в каждую баночку нам надо будет с вами влить. Так, ну что, мои хорошие, смотрите. Вот таким образом у нас идут огурцы, лук, помидоры, лук и опять огурчики, ребят. Понятно? И на вкус, ребят, это никак не повлияет, все то же самое, только проще, как обычно раньше мы делали. Кружочками огурец, и решила красный лук, но я вам уже говорила, до этого видео можно желтые помидоры. То есть, смотрите, здесь уже на вкус и цвет, как говорится. Сами регулируйте себе красоту. Понятно? Огурцы, лук, помидорки, опять лук. И сверху добавим кружочками огурчики. Ребят, и так, и так. Так, конечно, проще, но вот так и интересней. Поэтому, мои хорошие, далее. Все, еще раз, смотрите, уложили. Дальше делаем вот что. Нам нужен, ребят, 9% уксус. В каждую баночку мы с вами будем по 2 чайных ложки 9% уксуса. Далее, 2 чайных ложки в каждую баночку соли. И 1, ребят, столовая ложка, опять же, в каждую баночку сахара. Далее, мои хорошие, смотрите, греем кипяток. И начинаем потихонечку наши баночки заливать крутым кипятком. Ребят, смотрите, все баночки заполняем крутым кипятком и ждем. Прикрываем свои баночки крышечками и ждем ровно 15 минут. Далее встретимся. Так, ребятушки, смотрите, по истечению 15 минут ставим, устанавливаем на дно тряпочку. Вот, ставим свои баночки, наливаем теплой водой по плечике. Видно? Вот, крышечки просто прикрываем, ничего не закупориваем. Ребят, стерилизуем с момента закипания 10 минут наши баночки. Ну, а далее, все, ребят, герметично упаковываем. То есть, закрутили свои крышечки. Здесь у меня одна вот такая и простая крышка и 3 штуки винтовых. Ну, что, мои хорошие, смотрите, укутывать и переворачивать наши баночки не надо. Выносим в прохладное место. Пользуемся моментом, ребят. Вот, конечно, такая подача очень даже ничего. Здесь у нас огурчики, сделанные рулетиками. А здесь у нас просто колечки. Ну, что, мои хорошие, пользуйтесь моментом. Пока можно вот такую летнюю красоту закрыть. Не забывайте подписываться на наш канал, ребят. Пишите свои комментарии, делайте охотничий салат. Всем пока-пока. До новых встреч.